Привет! В этом видео я вам хочу рассказать про остров Фериду, или Фериду, кто как его называет. Мы сейчас здесь, четвертый день находимся, я вот пришел на пляж для туристов, который протяженность, наверное, один километр, куда особо не ходят местные. В этом видео расскажу про пляжи, про то, как добраться, про кафе, цены здесь, какие развлечения, стоит ли вообще ехать на этот остров, стоит ли вообще выбирать локальные острова для отдыха, что здесь с мусором, в общем, давайте сразу перейдем к делу, начнем с первого, как сюда добраться. Фериду – это локальный остров, на котором живет около 400 человек местных, и приезжают туристы. Туристов здесь немного, потому что на острове всего 7 или 8 гестхаусов, где-то 4, 5, 7, 9 номеров буквально в каждом, и в среднем, даже в самый сезон, в самый пик сезона, здесь не больше 30 человек туристов на острове. На лодке плыть сюда, на скоростной, мы плыли 3 часа с остановками, с двумя-тремя остановками, заезжая на другие локальные острова с местными, эта скоростная лодка стоила 60 долларов на человека. Разумеется, можно, наверное, снять какой-то private, частную лодку, которая вас привезет гораздо быстрее, там, за часа полтора сюда, может быть, за два, но такая лодка будет стоить сильно дороже. 60 долларов – это уже не бюджетно. Мы просто списались с отелем, который забронировали, и они нам забронировали в свою очередь этот трансфер. Сказали вообще, дали инструкцию, где ждать, во сколько будет трансфер. Что тут по отелям и кафе? Цены в кафе вообще, на еду, магазинам. Инфраструктура острова не скажу, что прям крутая, на пляже, например, нет туалета, но из плюсов до отеля идти буквально 7 минут до нашего. Наш отель называется Castaway Retreat, и советую этот отель, оставлю ссылку внизу в описании под видео. У нас написаны тексты в блоге HowTrip про цены на Мальдивах, куда гораздо подробнее информация есть в этих текстах, особенно в ценах на Мальдивы. Также есть про сезон на Мальдивах текст, про новые отели на Мальдивах, про резорты. В общем, эти ссылки оставлю внизу под видео, смотрите там. Как выглядит наш отель? Он всего лишь на 4 номера, вот, и можно сказать, что это бутик-отель. На самом деле он прикольный, в таком балийском стиле, или мальдийском. Вот, и сам прикол в том, что в апреле мы одни туристы. Буквально две недели здесь назад весь отель был битком, и места вообще на острове не было. Но сезон закончился, и люди уехали. Плюс начался Рамадан. Что по отелю, кратко. У нас есть горячая вода, классные завтраки местные. Нам очень понравились они, они включены в стоимость номера. Номера здесь примерно стоят в районе 90-100 долларов с налогами. Поэтому обязательно смотрите. У нас вот на 4 ночи, например, отель стоил как бы 266 долларов. Но налогами сверху мы доплатили почти 100 долларов. Питьевой водой проблем тоже нет, с едой проблем нет. Есть кафе, их здесь буквально 2-3 кафе. И цены в среднем, например, 2 на сигаренго, 2 блюда плюс 2 кофе, выходит где-то на 14 американских долларов. Это на двоих получается. В общем, такие вот цены в кафе на локальном острове. Можете остановить и смотреть. Я быстренько пролистаю. Вот напитки. Разумеется, алкоголя нет. Взял, на этот раз сегодня на ужин взял стейк с тунцом. Вот, с каким-то крутым соусом, в общем, и салатом. И вышло это где-то на 16-17 долларов. Стоит он, в общем, 180-190 местных денег. Как же раз забывал, как они называются. Поднялся сейчас в кафешку. Она одна из единственных на острове, в которой есть такой вид. Поэтому я вам советую ее приходить сюда, если вы приедете на этот остров. Сейчас вам покажу виды. Давайте посмотрим. Вот. Собственно, это порт. Насколько я помню, куда мы прилетели. При... прилетели. Приехали вчера вечером. И очень много видно локальных других островов. Смотрите, вот остров. Вот там вот острова. Там вот остров. Там вдалеке я вижу. В общем, много-много мелких островов. Какие-то продукты, которые вам лично необходимы, я советую купить на Мале. Когда вы прилетите в аэропорт, съездить на локальный остров. Там буквально в 10 минутах на пароме общественном. Это стоит там 2-3-4, не знаю, доллара. Съездить туда и купить все там, что очень нужно. Потому что на острове одежды нет. Одежду вы здесь особо не купите. Продукты здесь стоят примерно на 30-40%. Но выбора практически нет. Магазинчик здесь очень маленький. Что с интернетом? На острове с интернетом все отлично. У нас в отеле классный Wi-Fi. И сам интернет, симка, можно взять в аэропорту. И стоит интернет за 17 гигабайт 35 евро. За 100 гигабайт 50 евро. Мы решили не оформлять такую сим-карту. Какие есть развлечения на острове? Из развлечений здесь основное это лежать на пляже, на лежаках, которые бесплатные. Вот я сейчас вам покажу. Вот там вот они. Есть экскурсия поплавать с мантами. Далее съездить на песчаную косу или как так это называется. Из основных развлечений, я думаю, это снорклинг. Мы здесь снорклинг каждый день. В отеле выдается бесплатно все снаряжение, которое нужно. Там маска, ласты, вот это все. Можно сколько угодно этим пользоваться. И мы плаваем здесь. Кто-то писал из туристов, что здесь рифт мертвый. Я бы не сказал так. Он, наверное, на процент 70 мертвый. Но есть участки с нормальным рифом. Их нужно просто искать. На пляже они есть. И вот я сейчас перед подготовкой к видео прочитал отзыв интересный с форума. Человек пишет вот так вот, что самое удобное место с хорошим рифом, это место, получается, напротив пляжа, где я сейчас стою, центрального пляжа. И там буквально в 100 метрах, в 150 метрах живой риф. Мы это лично не проверяли, потому что он написал, что есть течение. Они как бы не... Он также приписал, что они не опасные, но все же. Здесь же течения нет. Здесь очень классный снорклинг, несложный. Вас никуда не относит. Все очень удобно. Мы видели маленькую акулу, которая сюда, получается, приходит размножаться. Мы видели ската, мы видели каких-то рыб. Рыб, наверное, на заставке старого Виндуса. Почти здесь все, наверное, представлены. Очень много рыб. Видели морскую звезду, видели осьминога. В общем, очень много морской живности. И это прикольно. То есть ты плаваешь, смотришь. Я выписал плюсы и минусы острова как итог к этому видео. Плюс это хороший чистый длинный пляж, где можно купаться нам, туристам. Тут мусульманская сторона, и на всех пляжах нельзя купаться. Ну, то есть не покупаешься, нужно выбирать конкретные. Это вам сразу скажут в отеле, поэтому волноваться не стоит. И обычно это одни из самых лучших пляжей. Также бесплатные шезлонги, бесплатные снаряжения для снорклинга, маски, ласты, вот это все. Есть небольшой госпиталь, аптека, небольшой продуктовый магазин. Я бы сказал, он очень небольшой, с очень маленьким выбором. И ценники там примерно на 40% дороже, чем на центральном острове Мале. Несколько кафе со средним чеком примерно на 10 до 15 долларов на двоих. Одежду здесь не купишь, поэтому все, что вам нужно, берите лучше с собой. Тот же самый SPF, крема, одежду. Из минусов Феррида. Нет велосипедов. Хотя расстояния, с другой стороны, не такие большие. Как я сказал ранее, 7-8 минут от отеля до пляжа. Долго добираться на лодке, все-таки 3 часа это немало. Мы летели 4 часа из Бангкока, то есть как бы 3 часа на лодке потом, это утомляет. Комары и мошки. Это тоже такой бич островов на Мальдивах. Никто почему-то об этом не говорит. Райские Мальдивы, райские Мальдивы. Все супер, красиво, но здесь комары. Их очень много, они прям жесткие, они прям на солнце. Обычно комаров на солнце нет, но здесь комары на солнце. До такой степени уже привыкли к местной погоде. И плюс мусор. Некоторые туристы пишут, что здесь мусор есть. Я его видел, разумеется, но буквально немного. То есть иногда мусор выносят на пляж, но в целом все довольно-таки чисто. И еще пару советов дам. Первое, это если вы хотите обойти остров по кругу, то здесь очень яркие выражены приливы и отливы. И если вы хотите обойти остров, то лучше это делать рано утром, там в 6-7 утра. Потому что тогда будет отлив максимальный. Второй момент. Сюда нужно ехать все-таки не за активным отдыхом. Сюда нужно ехать, чтобы полежать на пляже в тишине, в спокойствии. Здесь не будет так много количества людей. Буквально, как я сказал, 15-20-25 человек это максимум. Потому что гестхаусов мало здесь. Короче говоря, отдых на локальных островах есть. И он того стоит. Отдых на локальных островах как минимум дешевле. Я не могу сказать на сколько процентов. Но он дешевле. Фериду, классный остров. Мы услышали о нем от знакомой. И приехали сюда. Ни о чем не пожалели. Остров классный. Все спокойненько, тихо, чисто. Она писала немножко, что был мусор. Но она была где-то месяца полтора назад. Сейчас мусора мы не заметили. Либо его убрали, либо не было штормов. Возможно, не было шторма. Хотя я сейчас смотрю, такие волны вдалеке. Они все разбиваются орифы. И так красиво выглядят. Потому что на берегу волн вообще нет. Вот, можете посмотреть. А вдалеке прям огромные волны метровые, полутораметровые из океана Индийского. И они все разбиваются орифы. Очень красиво. Мы сюда приехали на 4 дня. И с радостью остались бы еще и на 5-6 день. Но в среднем 4 дня это оптимальное количество на этом острове. Все, увидимся в следующих видео. Оставляйте комментарии. У нас есть статьи в Хаутрибе, в блоге, который мы ведем про Мальдивы. И увидимся в следующих видео. Пока.